Это нарезка стрима с нашего Твич-канала. Подписывайся по ссылке в описании. Здорово к жалам. Ну что, летим. Первый блогер в стране. Ребята, начнем мы сегодня наш обзор именно с этого персонажа. На фото мы видим три машины. Вот такая вот боевая классика. Это не знаю, что это, БМВ. Хуй знает, не разбираюсь, напишите в чате. И вот такой вот депутат. Вот как спасти этот костюм? Ну, нахуй жилетку выбросить из него, потому что удешевляет визуально. Взять галстук не широкий. Короче, какая проблема у этого галстука? То есть видно, что сорочка эта, она как раз таки сделана под широкий галстук. То есть если вот у нее такой вот воротник, он специально под крупный узел галстука. То есть сюда селедку, галстук, хуй повесишь. Но проблема в том, что ты молодой. Тебе тут лет сколько? Восемь. Я завершаю тридцать лет. Ну, короче, ты есть еще, ну, точно не тридцатилетний там или сорокалетний мужик с пузом. Тебе широкий галстук, ну, просто не идет. Он выглядит комично. Длинный узенький галстук сюда ебануть. Или бабочку. И другую рубаху, которая будет цветастая, которая будет, например, бордовая. Или какая-нибудь. Ну, для контраста, для контраста типа. Да, да, да. И у тебя тогда будут, короче, ну, она сочетаться будет с туфлями. Вот этой вот жилетки не будет. И все будут чеки-бомбони. Вот мы спасли этот лук, если вкратце. То есть в целом старания 10 из 10 ставлю, потому что, блядь, ну, видно, что это костюм, который был куплен и который подгонялся. Я считаю, что можно было бы вообще костюм выбросить. Но и с сорочкой, с ботинками. Надеть водолазку. Блядь, из тузов пошел. Надеть водолазку. С козырей, блядь. И мать. И мартосы, да. И мартосы. Как завещает Андрей Шмотовнаротович. Водолазку, блядь, брюки, джинсы, я вообще не понимаю для кого. Брюки. Понял? Юникло. Если нет Юникло, заказывайте за конец Юникло. Юникло, брюки, водолазку и мартинсы. И тогда Андрей не просто тебе 10 из 10 поставит. Снимай штаны, блядь, тогда. Сбираем. Это стиль Конор Макгрегор. Да, нужно было вот так вот. Вот так вот гифку нужно было скидывать. Так какая оценка, Дэн? Я что-то как-то не хочу оценивать. Ну ладно, я скажу, что 10 из 10 за старание. Тут говорят, что это Найк Эйр Трейнер 1. Блядь, одни трейнеры есть. Ну короче, я что скажу. Попытка неплохая. Сочетание. Он попытался здесь что сделать? Шорты карго темно-синие. Это не черный цвет. Плоновая кепка. Пик-пик, да. Да-да-да. Попытался, но попытка неудачная. Во-первых, почему? Во-первых, потому что, дружище, ну что это за носки, блядь? Это вот те носки, которые покупает мама огромной стопкой, огромной пачкой к первому сентября. Вот такие носки уебки я их называю. Это пиздец. Вот эти носки не подходят ни к одному луку, ни к одной обуви. Они не подойдут никогда. Это носки, чтобы ходить по дому, потому что если тебе лень полы мыть дома, и чтобы вот всякая мошня к пяткам не прилипала, вот это вот они. Либо для сна. То есть вот носки сюда, либо носки кабриолеты, либо высокие, ну какие-нибудь либо черные. С найком, белым, с ушем. Либо белые, с черным, с ушем сюда подошли. Вот. В остальном, да. Ну типа, тут, короче, лишний оранжевый цвет. То есть сюда нужно было тогда оранжевую кепку. Было бы охуенно. Или, ну короче, очень много цветов. Или оранжевую сумку, типа. Да, да, да. Типа Кархарта какого-нибудь сюда бы неплохо бы зашло. Я бы не сказал, что это лук. Это попытка в лук. Вот. Но, ну, 7 отборных лавровых листов из 10. Вот так я бы так сказал. Что, ты присоединяешься к этому? Я вообще сегодня не хочу оценивать. Хорошо, я буду заниматься оценкой. Я считаю, что здесь какая-то отсылка на это фотографии, потому что на асфальте написано мелком Андрей. И это типа показать свое, да, это самое. Но я выкупил, короче, эту отсылку. 0 из 10 за это. 0! 0! У меня 0 на счету! 0! С одной стороны цвет подобран неплохо. Но с другой стороны мне ни одна из этих шмоток, кроме кроксов, не нравится вообще в принципе. То есть вот по отдельности я бы никогда бы на них не посмотрел, на эти шмотки. То есть, ну, это вот выглядит так, что у тебя просто в гардеробе все шмотки синие, и ты просто типа залез, как вот смурфик, блять, отодвинул свою дверцу шкафа, и просто рандомные синие шмотки нацепил и вышел. То есть сюда бы, вот если бы сюда джоггеры просто черные, вот эти, ну, хлопковые, домашние, обычные, да, надеть, это было бы намного выигрышнее. И за штаны вместо шорт сюда. Я либо за штаны однотонные, либо за шорты однотонные, потому что слишком много полос внизу. Ну, типа, это визуально вот так вот тебя делает, короче. Давайте, хорошо, пусть это будет три Сергея Довлатова. Это... Нечего сказать, это прекрасный-прекрасный образ для того, чтобы выйти за хлебом. Вот это, вот это мне очень понравилось, потому что пацаны тупо на фоне канализации сфоткались. Не понял юмора. И вот чувак в сепишке, да? Опять же, сепишка есть, а что за ней? Ну, чувак в сепишке с прошлого стрима, лук с жилеткой, это вот это лук. Из всего, что здесь мы видим, вот это вот единственный лук, потому что здесь есть сочетание цветов, здесь есть хорошие, интересные бренды и интересный, ну, крой вот таких джинсов. Я не видел никогда, это реально интересно смотрится. Ну, на мой взгляд... Ну, хотя бы необычное, да, в таком форме. Ну, я говорю, что я соглашусь, я соглашусь. Это фотография, это сбор админского состава барахолок шмота по всей России. Смотри, слева у нас стоит владелец Дэрил Барахолки. Значит, справа у нас стоит владелец спортивной барахолки. Найк, Пума, блядь, Нью Бэлланс, вообще. Это у нас кэжуал владелец барахолки. Видишь, Виккен Аффендер, Лайл. А этот тип, он, короче, не владелец ни одной из барахолки, но он им всем бьет татухи. И они его, блядь, рекламируют. И он весь, короче, в этих татуировках, потому что, блядь, это такая база. 2-2-8 из 10. Вот такая моя оценка, вот этому луку. На будущее я могу только вот порекомендовать, как... Ну, не слушать никого и создать собственную моду. Не брать что-то, что уже на ком-то нормально сидит, а на... сидит не у... Вот, поэтому... Правильно. Под себя, под себя одежду. Никого-то слушаем, под себя. Давай дальше. О-о-о-о, чувак чисто, блядь, в камуфляже слился с газоном такой. Опа! Ну, как бы, первое, что я скажу здесь, блядь... Это, кстати, тот же тип, если мы смотрим по татуировкам, да? Типа, татуировки, это... Это единственная, короче, штука, которая поможет тебя издианонить, да? Поэтому Позняков так и поднялся в свое время. Но мысль какая? Блядь, какой ветряк с шортами? Ну, пиздец. Особенно Арктерикс. Ну, не знаю. Здесь, типа, это, знаешь, это как будто, короче, Франкенштейна слепили. Значит, верх от одного лука, а низ совершенно от другого. То есть, типа, знаешь, вот так вот, вот скинули тебе фотку, такой... Нихуя себе! Нет, ну, начало неплохой. Там микропейсеры, в которых я не разбираюсь. Там татуировки, венок Фред Перри, карго-шорты, брелок. Брелок, это... Ребята, этот чувак собрал, ну, типа, это гран-при. У него и ворсетка, и брелок, блядь. Я помню, у меня в детстве, короче, была сумка через плечо. И у нас на даче был магазин с китайским говном. Я досмотрел Наруто, и я покупал все значки и брелки с Наруто. И у меня, короче, на одной этой сумке были все значки и все брелки с этой ебаной лавки. Я ходил, блядь, как продавец. А дальше начинается какой-то пиздец сверху, на мой скромный взгляд. Под этот образ, мне кажется, курточка не заходит. Я бы курточку поменял. Низ бы я бы оставил. Вот, может быть, я субъективно снял бы брелок с эстпака, но ветровочку дал бы другую точно. Не согласен, блядь. Брелок это золото, мне кажется. Это был пиздец брелка. Ухожу, нахуй, пока. Было бы ноль, мне кажется, из десяти. Вон, ничего. Не понял этот лук, честно. То есть, типа, вот так вот, вот неплохо. Вот так вот, реально неплохо. А вот низ, вот вообще непонятно. Во-первых, что это за обувь такая? Сайкина. Вот, я тоже думаю, в сторону Сайкони. Ты из округлых вот этих штук, да, подумал в сторону Сайкони? Ну, вон, да, как будто на язычке написано Сайкони. Но, ну и по круглой перфорации такое ощущение, что Сайкони. Но, вообще, Сайкони своеобразные очень. Кроссовки, все, кто их носил, говорят, что качество говно. Просто, просто ебать. Ну, типа, хуйня. Они, тем более, что сейчас, если покупать, у нас сейчас заказывали Сайкони Джаз, мы привозили с Пайзона, что-то одиннадцать или десять. Ну, что за пиздец? За Сайкони Джаз десятку? Серьезно? Я говорю, я помню время, когда я покупал Сайкони, в Москве это было, и я покупал их за 2,200. И это была их... За сколько, подожди, у меня наушник выпал? 2,200. Пиздец. Ну, короче, насчет лука, охуенно все вот так. Любые кроссовки, кроме вот этих, и будет неплохо. Да, едем дальше. 6 из 10. Ой, вот, блядь, никак... Я... Слушай, дружище, вот если ты сейчас на стриме, если твоя Бэха, красавец, криптоинфлюенсер, либо ребенок богатых родителей, не знаю, но если твоя, охуенно. Если это не твоя тачка, блядь, кринж, пиздец, в отрыве от лука, абсолютно до пизды, нахуй фотографироваться с чужими машинами. Да, но в цвет она попала. В целом, как бы, лук оценивая, по цвету неплохо. То есть, ну смотри, черная жилетка, черные треники ЦП, которые выцветают, пиздец. Я корешу намутил новые треники ЦП, у нее не выцвели спустя один месяц носки летом и несколько стирок. Ну, типа, брюки, брюки сипишки. Ну, вот эти трикотажные треники, как вот на фото, почти примерно такие же. Вот, то есть, ну, типа, в итоге мы с ним решили проблему так, что мы организовали, купили краску на Азоне, вынули линзу, короче, и, ну, типа, покрасили их, короче. Нормалек, как новый, можно, блядь, даже продавать их, как новые. Вот, но смысл в том, что выцветают именно, вот, ЦП выцветает трикотажная, пиздец. Особенно треники, потому что, ну, низ, потому что низ, он всегда будет у тебя, как бы, ну, под солнцем. Условно говоря, если у тебя там свитшок, ты там курточку накинули, или какую-то, на ветровку, он не выцветает из-за такого солнца, потому что не соприкасается с лучами. А вот штаны, это пиздец, они коричневые становятся. Ой, у меня магия пропала. Там дело в том, что, когда мы говорим про, про СП, не котирую СП, кроме итальянских. Честно тебе скажу. Просто почему? Потому что итальянские СП, это вообще другая история. Ну, типа, это даже обычный, там, условный трикотаж, да, там, ну, типа, обычный толстовок, это вообще другое дело. Не знаю, почему. Не, не люблю, новодельные СП вообще мне не вкат. Да, согласен. Ну, лук на семерку, нормально. Ну, если, да, если тачка не твоя, то, блядь, ноль из десяти. Блядь, ну, смотри, ну, это уже не брелок капа. Это уже брелок remove before flight. И эта лента около пениса выглядит максимально на свое место. Просто так вот, подошел, подошел, вместо лишних слов, че ссать, че бояться, подошел к этому парню, блядь, посмотрел ему в глаза, дернул вот так вот и ушел. Действие здесь. Ну, это типа понял, как это объяснить. Вырви перед полетом. На, ну, и найковские носки с адиковскими кроссами. Не знаю, как это оценивать, но как будто это из разных миров просто в голове у меня. Я, ну, мне все равно, как бы, как хочешь так носить, просто это выглядит, как будто, ну, тут разные вещи, просто разные вещи, как будто носки, это продолжение обуви, здесь непонятно. Ноль! Куртка очень сильно велика, горизонт завален, штаны норм, кроссовки не видно, бежевые штаны с черными кроссовками, фатальная ошибка. О, это последний лук. Это последний лук? Да. Это последний лук? Да. Это последний лук? Да. Последний лук? Охуеть. Охуеть. Сегодня это последний лук? Я не верю. Андрюха, нахуй, два с половиной часа, сука, два с половиной часа, Андрей. мне просто нравится куртка очень сильно я думаю от Мартинса не все, говно лук не Мартинса